На частные профили французских политиков начали поступать письма от якобы находящихся в Бахмуте украинских военнослужащих. Солдаты якобы просят повлиять на Зеленского Владимира, президента Украины, который якобы бросил их на произвол судьбы. Об этом сообщил руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей. Он также уточняет, что это очередная провокация россиян. Из-за провалов на фронте россияне начинают сейчас активизироваться на международной площадке и пытаются разрушить единство по украинскому вопросу, добавляет Игорь Соловей. Давайте будем отделять мухи от котлет. Будем сейчас разбирать все эти фейки российской пропаганды. У нас для этого есть специалист Андрей Шаповалов, исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБУ. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Андрей. Слышали, да, вы это сообщение, один из последних фейков, когда на частные профили французских политиков стали поступать письма от якобы украинских военнослужащих, которые находятся на Бахмутском направлении, мол, забыл о них президент Зеленский, бросил на произвол. Интересно, ваше мнение, какая задумка была у создателей этой провокации? Давить на жалость европейских политиков, мол, какой плохой Зеленский? Мы внимательно смотрим за этой ситуацией. И здесь два направления. Первое, это, конечно же, давить на жалость они хотят. А второе направление, они пытаются любым способом доказать, что Украина сегодня проигрывает и помогать ей не имеет вообще никакого смысла. Однако и та, и другая компания говорит о том, что не достигают успехов на поле боя и, соответственно, пытаются каким-то образом перебросить ситуацию в поле информационных атак. Наверное, надежда у них только на то, что на сегодняшний день, ну и, как кажется, европейский зритель недостаточно искушен и потребитель информации в том, что происходит в Украине. Андрей, сейчас пропала у нас картинка, вы припаркуйтесь, пожалуйста, мы волнуемся, чтобы все было в порядке. И, знаете, видимо, создатели этих фейков, вот они подают такую свою провокационную картинку. Они не учли главного, мужества наших людей, мужества нашего президента, который вчера буквально посетил самые опасные рубежи украинского фронта. И лицом к лицу встречался, в частности, с защитниками бахмутского направления. И уже сам этот факт разбивает в пух и прах вот эти все пропагандистские провокации. Ну, само появление президента в Бахмуте говорит о том, что их попытки, что бы то ни было, сейчас преподнести за успех, за перемогу, за информацию о нашем даже возможном проигрыше, говорит о том, насколько ничтожно сегодня их положение на фронте. И единственное, что у них есть, это все-таки их дезинформационная машина, которую они всеми силами пытаются раскачать. Как мы видим, как Центр против действия дезинформации при РНБО, в первую очередь, они тушат пожар внутри самой России. Потому что, по нашему наблюдению, протестные настроения так или иначе растут. И тот факт, что уже сам Путин говорит о возможном расколе России на осколке, возможно, о ее существовании, это говорит о том, что история их альтернативной реальности, она подходит. И сам факт того, что Шойгу вчера или позавчера, после встречи Путина с Единьпином, вдруг на пресс-конференции сказал, что любая война заканчивается миром, и сразу же убежал от уточняющих вопросов журналистов, мол, так когда же этот мир будет? То есть тоже уже проговаривается. Так или иначе, они подготавливают, нам кажется, свое население к грядущему поражению, пытаются как-то смягчить ситуацию. Для них бы была идеальна, конечно, эта заморозка конфликта и вовлечение Китая в эту модель. Оно в первую очередь направлено на заморозку конфликта. Я считаю, все будет зависеть, безусловно, от нашего контрнаступления, от побед наших на поле боя. И, соответственно, потом посыпется вся вот эта российская альтернативная реальность, как карточный домик. И мы еще увидим, чем это все закончится. Вы знаете, я еще подумал, что люди, вот эти пропагандисты, которые выдумывают такие фейки, малодушные и позорные, что якобы наши военные пишут французским политикам и жалуются на президента. Видимо, вот эти люди, которые это придумывают, сами на себя это все примеряют и сами являются очень трусливыми и жалкими людишками. Безусловно, тут достаточно посмотреть на их лидера и для того, чтобы понять, какого лидера заслуживает этот народ на сегодняшний день. То есть появление вот этого непонятного Путина в Мариуполе. То ли настоящего, то ли двойника в Мариуполе ночью. Вообще непонятно, кто это такой, потому что мы видим, кто на встрече с Инзинпинем присутствует. То есть это, ну, видно очень сильно пожилой и больной человек. И вот это какая-то кукла в Мариуполе, которая пытается из себя что-то натянуть. Все эти кадры, снятые снизу. То есть, ну, это плохой вообще, и плохая режиссура, и плохая задумка, и плохая идея. И вы посмотрите, ну, на молодого, бодрого, энергичного, да, очень уставшего, но реального лидера Украины Зеленского, который вчера был в Бахмуте, и разбил, уничтожил все фейки об окружении Бахмута, о нашем тактическом проигрыше и обо всем остальном. Ну да, то, что навязывает нам российская пропаганда. Правда, правда, она всегда побеждает ложь. И русские ошиблись в одном. Они пытались создать, ну, все это погрузить в тьму лжи. На сегодняшний день эта тактика у них проиграна. Да, вот сейчас мы видим эти кадры. Накануне президент Владимир Зеленский побывал на самом горячем участке фронта. Это Бахмутское направление. Лицом к лицу, открыто поговорил с нашими защитниками, пожал руки, сфотографировался, вручил государственные награды. Именно так должен вести себя настоящий лидер страны. Да, не боясь ничего. После этого Владимир Зеленский побывал в Харькове. Там вручил городу почетное звание города-героя. Проведал наших защитников в госпитале. Сегодня он в Херсонской области, опять же, лицом к лицу, с людьми общается. И что тут говорить? Достаточно сравнить, кто трусливо под покровом ночи, непонятно кто. Послушайте, вы уже об этом сказали. Действительно, каждая провокация сейчас в информационном пространстве, она как-то все более грубо и все более топорно сделана. Вот давайте разберем хотя бы эту постановку про якобы украинских воинов, которые оскверняют и жгут священную для мусульман книгу Коран. У нас есть это видео. Сразу же и в Минобороны Украины, и в Министерстве иностранных дел разбили в пух и прах этот фейк. Абсолютно на скорую руку состряпанная российскими пропагандистами провокация. Здесь четко слышно, как российские актеры говорят на ломаном украинском языке. В украинском языке так не говорят просто априори. Армейский нож, которым нарезает сало, это нож на вооружении российской армии. Тоже его очень легко можно рассмотреть. На что еще тут стоит обратить внимание, Андрей? Ну здесь прекрасно все, начиная от абсолютно нового Корана, который как будто только что из магазина, причем изданный в России. На русском языке, да, потому что в Украине Коран на украинском языке издается. Да, и заканчивая тем, что это все проходит в момент начала вот этого священного месяца в Рамадан, а Россия, поскольку сама потерпает постоянно от своих национальных проблем, и вот эта фраза известна о том, что Россия погубит, да, национальный вопрос в том числе, это ведь история, она больше российская. Конечно, на воре шапка горит. Вот что сами не могут решить у себя в стране, то тоже и выдают. Абсолютно правильно, потому что вот это их все чурки, хачи, ну этого же всего нету в Украине и близко. То есть это российская абсолютная история, когда попытка столкнуть на национальной почве, но опять же, оно все настолько грубо и топорно сделано, но недаром же вот это существует мем такой, что из ПТУ в ГРУ. То есть на самом деле их пропагандистская машина, несмотря на всю их мощь, на всю их подготовку, она была рассчитана все равно на Блицкриги, либо же на длинную-длинную работу по промыванию мозгов, чем они занимались в России вот последние 20 лет. На весь остальной мир это не действует, это не работает. То есть на сегодняшний день не составляет абсолютно никакого труда это все разбить и развеять буквально там за считанные минуты и часы. И их атаки захлебываются на самом деле в огромном количестве. И я могу говорить о эффективности работы центра именно по тем атакам, которые вы не увидели, то есть которые были сбиты на взлете, в том числе, в какую-то степень, благодаря их топорности и качеству их подготовки. То есть они все больше находятся в центноте, у них все больше дефицит времени. Я думаю, с дефицитом средств нету, но есть дефицит мозгов, потому что большое количество россиян уехало, у которых были более-менее возможности знания языков, овладения какими-то профессиями. И то, что остается, оно все хуже, хуже, хуже. Идет деградация. И как следствие производство продуктов, в том числе информационных, оно деградирует и качество становится все ниже и ниже. То есть мы еще увидим фейки а-ля распятый мальчик, потому что если вспомнить, как это было тогда, но ведь это же тоже было очень топорно сделано. То есть абсолютная ложь, выдуманная история от начала до конца, и вот она абсолютно серьезно преподносилась, и мир в нее там где-то даже верил. Да, еще вот это вот сало демонстративно режут. Они бы еще, не знаю, они бы еще шаровары надели, вышиванки, знаете, чтобы вообще уже до маразма. Ну, это в стиле хороших пародий, лучших пародий, наверное, квартала 95. Про то, что образ украинца, это вот все, проснулся, выпил горилки, пошел, украл газа и поел сало с семьей. Все, можно ложиться спать. Вот так они нас себе представляют, и благодаря этому, ну, уже под 200 тысяч их удавляют украинские черноземы. Да, да. Значит, вы вспомнили, кстати, распятого мальчика, тут же еще один мальчик появился. Слава Богу, живой, здоровый, да Бог ему здоровья и хорошей судьбы. Но давайте сейчас разберем еще одну постановку, значит, под названием «Брянский мальчик». На пропагандистских кремлевских каналах 10-летний Федор сейчас на расхват. Ему придумали яркую роль и теперь делают из него героя. Значит, так, этот мальчик якобы был ранен якобы украинскими диверсантами в Брянской области. Вот он сейчас лежит в госпитале, лицо размыто. Мальчик, значит, якобы был ранен, и потом при этом еще и спас девочек. Ну, что тут еще скажешь? Вот мы видим, какие почести. Теперь он о своем подвиге рассказывает кремлевским журналистам. Да, видим микрофоны. Вот, к нему приходят чиновники. И вот он рассказывает о том ужасе, который ему довелось пережить. Эдакий Валя Котик. Помните такого советского пионера-героя? Да. Расскажите, пожалуйста, об этом фейке. Жалко просто мальчика, что тут скажешь. Безусловно, жалко. Русская пропаганда, она перемалывает безжалостно. Все, что только попадается на своем пути, пытается использовать, выкрутить. Ломая судьбы, ломая, в принципе, будущее этим детям. Всем вовлеченным вообще во все эти процессы. Раненый мальчик, да, он же был сначала убитой девочкой, потом история не пошла. Потом он уже спас девочек, потом не договорились, сколько ему лет. Ну и, конечно, ранение в верхнюю, там, в левую плевральную область. Ну, это серьезное ранение, а мальчик уже на следующий день после этого раздает интервью, принимает медаль и ходит. Кто переносил хотя бы маломальские хирургические втручания в свой организм, он прекрасно знает, насколько тяжело происходит восстановление даже очень здоровых и очень быстрых. Поэтому история вся выдуманная от начала до конца для чего делается? Для создания образа, для героизации того, чего происходит по лекалам и по образцам. Вы не про… ну, Валика Котика вы вспомнили, потому что это же персонаж книги «Пионеры-герои», да? То есть, когда героизировались дети своими подвигами для мотивации подрастающих поколений. Но ключевая разница в том, что речь шла об оборонительной войне. На сегодняшний день речь идет в России о войне нападения. И ни о какой героизации подобного рода не может быть и речи. Был мальчик Алеша, который провожал танки, был мальчик Федя, будет еще кто угодно. То есть, эти лекалы не работают. Меня удивляет, насколько тупые их пропагандисты и их продюсеры, кто это все выпускает в свет. И насколько тупы те, кто принимает решение это все в свет выпустить. Просто абсолютное отсутствие малейшей даже логики. Я думаю, они избалованы именно вот этим тезисом о том, что и так сойдет. Русские и так все это съедят, потому что им не привыкать есть помои. А те, которые более-менее интеллектуальны, они просто не смотрят телевизор и не потребляют эту информацию. И заняли другую ошибочную позицию. Это меня не касается. Это такая же небезопасная позиция, как и тех всех, кто поддерживает вот эту Z сумасшествие. И сумасшествие это. И та, и другая позиция, она смертельно опасна для россиян. И глуп тот, кто думает, что это все сойдет им с рук. Знаете, Андрей, думаю, вы согласитесь, будь общество в России здоровым, то вот такое вот внимание должно было быть уделено вот той девочке, школьнице из Тульской области, которая нарисовала антивоенный рисунок, на который донесла ее учительница, и которую впоследствии разделили с ее папой, папу закрыли в СИЗО, ее в каком-то приюте. И вот это вот горе, настоящее горе. И когда там некоторые родители набрались смелости встать на защиту. Где эти родители, где эта история на федеральных каналах? Вот это вот действительно трагедия. Просто... Это адская история на самом деле. Она показывает весь Людаевский, всю Людаевскую суть режима, который происходит в России. Сложно что-то комментировать. Это за пределами вообще добра и зла, за пределами понимания каких-то элементарных базовых ценностей. Но еще раз скажу, проблема в том, что на протяжении 20 лет им создавали альтернативную реальность, погружали их в этот сладкий сон нефтяной, но... Знаете, но вот это же на самое святое вот уже покусились. Это же дети. Это использованные дети. Ведь у этого мальчика есть родители. У той девочки есть. Они вроде как два полюса, но это дети. Они-то по большому счету... Для них это расходный материал. Надо к этому спокойно относиться. И очень символичный тот факт, что их преступный лидер на сегодняшний день получил обвинение именно в похищении украинских детей. Это образ вот людоеда-похитителя детей. Я думаю, прилипнет к Путину навсегда и во всем мире еще много лет после этой войны и будут пугать детей именно людоедом Путиным. Да. Но чем пугает сейчас Кремль и Роспропагандисты, теперь у них главная страшилка, это якобы Украина получит от Британии снаряды с ядерными компонентами. Ведь всем прекрасно понятно, что речь идет об исключительно бронебойных снарядах. Легких и быстрых, с внутренним вот этим наконечником из забедненного урана. Этот материал используется в вооружении, поскольку с ним легче пробивать броню. Вот и все. Он не радиоактивный, это снаряд для поражения тяжелой бронебойной техники танком в первую очередь. Андрей, ведь они придумали вот этот якобы ядерный компонент для наверняка ядерной эскалации, чтобы и самим дальше накручивать и подогревать вот эти свои ядерные угрозы, которые с самого начала своей войны распускают по миру. Ведь так? Ну, компонент они не придумали. Объединенный уран действительно используется в легком вот этом бронебойном скоростном оружии. Они использовали, опять же, свою классическую манипуляцию. То есть игра слов. Слово уран абсолютно ассоциируется с чем-то ядерным. Все. Вот опять и пошла история вранья, и пошла история, забывая о том, что, в принципе, с 80-х годов прошлого столетия российская армия имеет на вооружении боеприпасы с объединенным ураном. И как-то никто об этом не вспоминает и не говорит. То есть истерия разгоняется на любом поводе, на любой попытке. Вы посмотрите их вот эти ток-шоу, там, если у вас крепкая психика, конечно, и есть лишнее время. Но мы за вас это делаем и стараемся это регулярно публиковать. Но если вы посмотрите первоисточник, вы будете, ну, сами взведены тем градусом истерии, которая там стоит, вот этими криками, этими какими-то людьми с выпученными глазами, кричащими убить всех, стереть всех. Они уже сами в обморок падают от этого. Просто сумасшедшие. Ну, это какой-то, ну, палаты психиатрической лечебницы с буйными, которых я бы, ну, как-то старался не пускать в общество цивилизованных людей, чтобы они не покусали. Потому что в какой-то момент ты на них смотришь и думаешь, что, ну, боже мой, оно же может и укусить меня. И оно кусает, кусает за мозги, кусает за мозги россиян. Да, и, безусловно, многие подвержены. Другой вопрос, что всё это рассеется, и взвинут наши выраженькие окруса на солнце. И информацией не в том числе. Удивительно, насколько пророческие эти слова. Потому что когда солнце, вот, правда, засветит на эту всю безумную ложь, оно всё сгинет моментально, в один момент. И будет ещё и покаяние, и будет непонимание того, что же мы натворили. Ну, слушайте, ну, это всё вот одно и то же. Вот как с Кораном, да, придумывали эту провокацию, чтобы дискредитировать вооружённые силы, и вот уже на религиозной основе создать какую-то... И потом уже на это сразу реагирует Кадыров, который наверняка сам прекрасно понимает, где это снималось, кем это снималось. Ну, просто вот они придумали, на это реакция сразу своя же. То же самое сейчас вот с этими снарядами. Услышали слово «Уран», схватились за него. Ой, нам уже угрожают ядерным оружием. Давайте и мы сейчас опять что-нибудь предложим. Ну, в общем, да, всё белыми нитками шито. Послушайте, какие ещё страшилки, фейки вы бы хотели отметить? Что это за история про якобы какой-то концлагерь для украинских призывников, которые отказываются идти на фронт воевать? Расскажите. Ещё очередная адская история, которая не имеет под собой вообще никакого фундамента. Чем более адская ложь на сегодняшний день со стороны россиян, тем легче в неё поверить и тем легче в неё верят. То есть они идут реально во все тяжкие на сегодняшний день, придумывая любую билиберду. И даже кадры, когда наша СБУ арестовывает, захватывает их ФСБшника, они уже там через два дня выдают с текстом таким, что вот посмотрите очередные ужасы мобилизации в Украине. То есть не имея на сегодняшний день каких-либо вообще более-менее успехов на поле боя, они будут заваливать нас фейками. К этому надо быть готовыми, к этому готовый центр протидеи и дезинформации. Я рекомендую тем, кто не подписался ещё, подписаться на все наши каналы, на соцсети, внимательно читать, потому что практически вся информация, которая на сегодняшний день появляется фейковой со стороны России, нашими специалистами отслеживается. А скажите, Андрей, а у вас же есть возможность отслеживать, кто заходит на сайт? Вот граждане из Российской Федерации, у них же есть возможность зайти и просто самим видеть эту правду? Есть возможность, но они не заходят. У них много возможностей на самом деле есть. Может, они через VPN заходят или ещё что-то. На сегодняшний день с ними, одурманенными дезинформацией, на сегодняшний день разговаривать, я думаю, бесполезно. То есть после убедительных наших побед на поле боя у нас будет разговор с ними, но уже совсем другой. То есть на сегодняшний день убеждать их в чём-то, переубеждать не имеет никакого смысла. Вы посмотрите, ведь многие семьи даже поразваливались из-за попытки украинцев донести россиянам, что происходит реально в Буче, в Мариуполе. То есть они просто не хотят этого слышать. И это бессмысленно, и вряд ли им это интересно. Ну, придётся рано или поздно узнать правду. Да. Андрей, спасибо. Спасибо вам за вашу работу и вашим коллегам. Это очень важно. Андрей Шаповалов, исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБУ. Спасибо, всего хорошего.